Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я, как всегда, появляюсь только тогда, какие-то есть конкретные новости. К сожалению, просто из-за нехватки времени у меня мало остается на YouTube канал, потому что все-таки хочется рассказать более конкретно, а также достоверную информацию. Но сегодня я к вам прихожу с такой темы, как виза на территории Польши. Да, это свершилось, и жаль, конечно же, это не коснется всех, но все равно есть в этом исключение. Поэтому, если вам интересно, кто может получить визу на территории Польши, то оставайтесь вместе со мной. Как нам известно, с 22 сентября открыли возможность записи на национальную визу D на территории Польши. Кто же ее может получить здесь? Граждане Украины, а также граждане Республики Беларусь. Что касается граждан Украины, то вы можете получить визу национальную, если работаете водителем-дальнобойщиком на территории Польши. Также пилот гражданского полета и экипаж, касаемый граждан Украины. Что касается граждан Республики Беларусь, то тут, если вы работаете водителем-дальнобойщиком на территории Польши, то можете открыть такую национальную визу. А также, если у вас была гуманитарная виза, которая закончилась на территории Польши, то вы ее можете здесь продлить. Виза выдается максимально на один год. Возможность посещения на такой визе в других странах Евросоюза 90-180, то есть вы сможете в течение полугода пребывать 90 дней в других странах Евросоюза Шенген-Зоны. Такую визу будет рассматривать Министерство внутренних дел в Варшаве, поэтому записаться можно будет только и исключительно в трех городах для получения такой визы. Это Варшава, Познань и Люблин. Адреса, а также контакты этих центров я оставлю вам в инфобоксе. Подача на такую визу невозможно будет записаться в польские праздничные дни, а это именно 1 ноября, 11 ноября и 26 декабря. В эти дни вы, к сожалению, не сможете записаться для того, чтобы получить визу. Что касается подачи заявления на визу, то тут работает только исключительно личное присутствие. То есть вы сначала переходите по ссылочке, которую я вам также оставлю в инфобоксе, регистрируете, создаете свой кабинет и затем уже при помощи выбора города, а также выбора какой конкретно визы вы хотите открыть, то есть это будет либо рабочая виза, либо же гуманитарная виза, сможете потом собрать пакет документов после записи и, придя лично в тот центр, в который вы запишетесь, подать документы на визу. Что касается нотариальных доверенных лиц, то они подавать за вас не могут, поэтому ваше личное присутствие должно быть. Нотариальное доверенное лицо может выступать в вашем случае только тогда, когда вам первый раз откажут в визе. Именно когда нужно подать заявление о пересмотре дела, в этом случае вы можете воспользоваться доверенным лицом. Что касается несовершеннолетних детей, но то в этом случае подают заявление, конечно же, оба родителей, либо же один из родителей. Итак, какие же документы нужно для того, чтобы подать на визу дальнобойщикам, то есть для граждан Украины и для граждан Республики Беларусь? Конечно же, это заявление, которое нужно заполнить только исключительно онлайн. Важный паспорт, копия, а также оригинал данного паспорта. Выдан не ранее, 10 лет тому назад. Также после получения данной визы ваш паспорт должен действительно еще быть 3 месяца и иметь дополнительных 2 пустых страницы. Также нужно будет предоставить фотографию 3,5 на 4,5. Также нужно будет предоставить оригинал и копию документов, которые подтверждают легальное нахождение вас на территории Польши. Это может быть виза, а также документы, которые закончились во время угрозы эпидемии и продлены со спецуставой. Также нужно будет предоставить разрешение на работу, то есть ошведшение, либо зазволение типу А, оригинал и копия данного документа. Страховка. Что касается страховки? Страховка может быть как ЗУЗ, то есть если вы застрахованы, точнее если вы уже работаете у работодателя, то конечно же вы застрахованы. И в связи с тем, что вы получаете деньги официально. Поэтому у вас будет документ, который называется ЗУЗ ЗУА, то есть это подтверждение того, что вы застрахованы. Также вы можете предоставить ЗУЗ РЦА, где подтверждает, что вы в течение года, допустим, были застрахованы и получали доходы. Также вам нужно будет предоставить документ, подтверждающий о том, что у вас достаточно финансовых средств для получения данной визы. Что это за средства? Это 75 злотых за каждый день плюс 200 злотых на обратный билет. То есть мы 75 злотых умножаем на 365 дней и прибавляем еще 200 злотых. Такая сумма у нас должна выходить в общей сумме. Что можно еще предоставить? Можно предоставить справку о доходах за последних, например, полгода, три месяца, то есть сколько вы уже работаете. Можно предоставить договор на работу о том, что у вас подписан, например, умова о праце на целый год со ставкой, допустим, 3010 злотых брута. То есть этого достаточно будет, чтобы подтвердить, что у вас хватает финансов для содержания себя на территории Польши. Члены семьи здесь для национальной визы, рабочей визы, которая предоставляется водителям-дальнобойщикам, она не нужна. То есть мы здесь не смотрим на членов семьи, мы высчитываем наш доход, то есть наши финансы только исключительно для одного человека, а тот, который подает документы на визы. Что касается гуманитарных виз для граждан Беларуси, то тут граждане Беларуси могут получить такую визу на территории Польши, если вы были здесь до 24.02, либо же въехали после 24.02, и она у вас закончилась на территории Польши. Если же вы были, допустим, в Украине и получили польским консулом в Украине гуманитарную визу, то также сможете ее продлить здесь, на территории Польши. Единственное, что в списках документов вам нужно будет предоставить еще заявление о том, что вы были в Украине во время войны. В списках документов. То тут, конечно же, будет точно так же касаться, как и дальнобойщиков. То есть у вас должен быть важный паспорт, который выдан не более 10 лет тому назад. Действительно, не менее 3 месяцев после выдачи такой визы, то есть после окончания визы у вас должно быть еще в запасе паспорт, действительно, плюс 3 месяца. Ну и также должен иметь 2 пустых страницы. Дальше это фотография 3.5х4.5. Дополненное заявление, как я вам и говорила ранее, только в электронном формате и только латинскими буквами. Также вам нужно будет написать заявление о том, что вы не можете вернуться в свою страну из-за преследований, либо же при прессии. Важная актуальная страховка. Если же вы не работаете на территории Польши, допустим, у вас нету страхования ЗУЗУА, либо же ЗУЗРЦА, либо же ЭМИРЫ, то вы можете предоставить приватную страховку. Важный момент, в приватных страховках на территории Польши вы должны быть застрахованы минимум на 30 тысяч евро, а также у вас должны быть страхования по здоровью. То есть просто страховка, как для туристических целей на 30 тысяч евро, это не подойдет. У вас должны быть пункты прописаны, что вы можете здесь лечиться еще. И в случае, что-то произойдет с вашим здоровьем, вы также застрахованы от этого. Если же ваши дети подают документы на гуманитарную визу граждан Республики Беларусь, то также к вышеперечисленному пакету документов, о которых я вам говорила ранее, я все продублирую еще также в инфобоксе, вам нужно будет добавить свидетельство о рождении ребенка, копия и оригинал, плюс присяжный перевод такого документа, тоже копия и оригинал. Также паспорта двух родителей, копия и оригинал. И помните, что когда вы будете заполнять анкету для своих детей, там должны прописаны быть и подписаны оба родителя. Если же в вашем случае, например, вы находитесь здесь сами, то есть второго родителя на территории Польши нету, тогда вы должны предоставить визовый центр согласия от второго родителя нотариальное, чтобы выдать гуманитарную визу для ребенка. Если же у родителя менялась фамилия, то нужно будет подтверждающие документы, копия и оригинал, плюс присяжный перевод. То есть, если, например, мама вышла замуж, то тогда свидетельство о браке, где будет указано, что поменялась фамилия. Если же мама, например, вышла замуж, потом развелась и переходила в этих моментах на разные фамилии, возвращалась на свою, потом опять вышла замуж, опять поменяла, то есть вот эту всю историю вам нужно будет подтвердить документально. И вы должны будете предоставлять и оригинал, и копию таких документов, плюс присяжные переводы, копия и оригинал. Стоимость таких виз, конечно же, они не колоссальные, это 38 злотых с человеком. Сроки рассмотрения таких виз это 15 дней, в самых сложных ситуациях это 30 дней. Как только виза будет готова, вы будете поинформированы об этом. Вам нужно будет лично забрать ваш паспорт с визовой наклейкой. Для того, чтобы забрать документы, вам нужно будет явиться в то именно отделение визового центра, где вы подавали документы, взять с собой букветование, то есть тот документ, который вам выдадут после подачи документов. И после этого вы сможете получить паспорт с визовой наклейкой, с той целью, которой вы подавали документы. Как понять, какой именно водитель-дальнобойщик может получить визу? Я вам в инфобоксе пропишу название вакансии, которое у вас должно быть в разрешении на работу, либо же указано в договоре на работу. Только такие виды водителей могут получить национальную визу на территории Польши. Если же вы не попадаете не под один из этих критериев, которых я рассказала ранее, то получать визу на территории Польши вы не можете. Поэтому если вы не выполняете эти условия, то моя вам просьба, мой вам совет вообще не подавать на такое заявление и не занимать очередь зря, чтобы каждый мог записаться. Что делать, если же вы не попадаете под критерии, либо же вам отказали в визе? Тогда единственным вариантом это подавать документы на карту побыта, на часовый побыт от работы, либо же граждане Республики Беларусь сейчас уже с августа месяца могут в каждом своем воеводстве подать документы на часовый побыт в гуманитарных целях. Поэтому если у вас была виза D21 у граждан Беларуси, то вы можете подать и получить вид на жительство с гуманитарными целями. Данную карту побыта рассматривается около двух месяцев в среднем в каждом воеводстве. Поэтому если вы не планируете возвращаться в свою страну, тогда это хороший вариант для того, чтобы как можно быстрее получить в ускоренном процессе карту побыта. Как она в будущем будет влиять на гражданство, на поездки в свою страну, но, к сожалению, на данном этапе никто не может конкретно ничего сказать. Одни говорят, что это вообще никакой разницы нет, то есть вы без проблем будете выезжать в свою страну и ни с какой проблемой не столкнетесь. Но все мы прекрасно знаем, что в той стране, откуда вы граждане Беларуси, то могут законы меняться вот так вот, по щелчку, как и в Польше. И там точно так же нет никакой логики. И сегодня могут сказать, что да, вы можете въехать, а завтра могут принять закон, что вас просто оттуда вы не выпустят. Поэтому данный вид карты – это просто такой рискованный. Но, опять же, если вы уже полностью на 100% решились не выезжать в свою страну, хороший способ – легализировать себя на территории Польши как можно быстрее. Надеюсь, что сегодня рассказала более детально для вас и все понятно было. Если же у вас остались какие-то вопросы, то можете написать мне в комментариях. Также в инфобоксе вы найдете более детальную еще информацию с ссылочками на все официальные страницы, а также на адреса и города, где вы можете подавать документы. Ну и спасибо, что сегодня были вместе со мной. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы первый раз здесь. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!